Первый звонок прозвучал сегодня в школах, но в этом году только для учеников первых и одиннадцатых классов. Как отмечали День знаний, одесситы и какие изменения ждут детей и родителей в этом учебном году? Данишевский, продолжите. День знаний Мне нужно отменять плюсы. Особенно минус. Я уже знаю, как отнимать. Один, ну такое все. Все одно. Молодец. Скажи, как же ты? Ты знаешь, что нужно будет в маске ходить? Тебе говорили? Да, я взяла три маски и даже чехольчик. Не меньше Ники радуется ее мама Людмила. Отмечает сегодня для всех родителей большой праздник. Ощущения приятные, потому что ребенок идет в первый класс и мы рады, что линейка не дистанционная, что она сможет повидать школу, увидеть даже одиннадцатый класс, который передаст звонок. В этом году торжественно отмечают День знаний только первые и одиннадцатые классы. Но атмосфера праздника остается. В принципе, у всех ощущений первого сентября есть. Нам сделали линейку, поэтому это хорошо. Я в шестой класс пошла. И наконец-то уже карантин закончился. Но есть ходят случаи, что мы пойдем с октября, вроде бы пойдем опять на карантин. Слухи и правда ходят среди родителей. Отмена привычного учебного процесса – их самый большой страх. Ну что это за обучение дистанционное? Они вообще ничего не понимают. Сидишь на кухне, делаешь уроки? Ну, это неинтересно. Школа, дети, дружба, руганье. Ну, все это же должно быть. Ну, как без этого? Это же детство, это же школа. Самое лучшее время. Мне кажется, если будет вторая волна, третья и так далее, мы не избежим этого. Ну, хорошо, дети в школе не общаются, но они общаются на улице, общаются в других местах. Все равно контакт есть, без разницы. Для максимальной безопасности все ученики и педагоги в коридорах должны носить защитные маски. Однако с таким нововведением согласны не все родители. Я считаю, это лишние меры. Однозначно, вирус есть, вакцины нет. Заражаемость большая. Кроме санитайзеров и температурного скрининга есть и другие нововведения. Ученики будут оставаться в течение дня в одном кабинете. Только педагоги и только техработники. Родители практически в школу не должны заходить. Только если есть какая-то потреба для этого. Вот, наверное, вот такая больше разъяснительная работа. Это, вы знаете, люди разные, мнения разные. Поэтому надо стараться достучаться, что это нужно, что здоровье – это самое главное. Конечно же, значительная часть карантинных нагрузок приходится на учителей. Ведь им, прежде всего, нужно следить за состоянием детей. И, несмотря на это, не забывать об учебном процессе. Все хвилюются, и мы хвилюемся, и директори хвилюются, и батьки хвилюются, потому что мы не знаем, что будет завтра. На жаль, мы не уверены. И столько разговоров, батьки все читают, батьки питают. Мы все-таки надеемся, что мы будем учиться, как завтра мы учились. Мы, знаете, как и батькам, и детям, нам нужно работать, нам нужно учиться и достигать каких-то успехов. Хороших оценок и крепкого здоровья желают всем ученикам и преподавателям. Денишевский, Валентин Мирза, 7 канал.